Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Зоусофи. Сегодня видео о радужных крабах, о выводах, которые я успела сделать за три дня житья совместного, скажем так, с крабами. И первый вывод это то, что крабы достаточно умные животные. На самом деле, правда, я очень удивилась, но они даже привыкают к своим хозяевам, назовем это так. Потому что если в первый день крабы просто мальеносно от меня убегали от моей руки, когда я засовывала руку в аквариум, чтобы их просто покормить, то теперь они знают, что это кормящая рука, что я им несу только добро и счастье, скажем так, и они уже не боятся. Сейчас я в видео это вам прекрасно продемонстрирую чуть попозже. Второй вывод. Я могу сказать, что каждый краб с индивидуальным характером. Я признаюсь, в первые сутки, когда я их приобрела, я не спала полночи, потому что я знала, что крабы территориальные. И даже из того, что они разнополые, они могут пытаться делить территорию, или делить еду, или делить гроты, укрытия. То есть они могут всё делить и драться с друг другом чуть ли не до смерти. То есть могут друг друга оторвать клешню, и тогда один краб погибнет. Я не буду находиться в вечном стрессе, в ужасе, и всё равно, как итог, что один краб погибнет. Это, кстати, самочка. Она всё время сидит в гроте. У самочки синие ножки, вон она такая крупненькая, она покрупнее, чем самец. Такая более, вроде бы, спокойная, слава богу, без агрессивного характера, потому что иначе бы это было не очень хорошее совместное содержание. А это самец, красивенький такой, у него красные ножки, более яркого окраса и более помельчего. Вот он лазит. Самец нас радует своими... Вот, смотрите, кстати. Я засовываю к нему руку, и он уже абсолютно спокойно на меня реагирует. То есть я, конечно, не показывала видео до этого, как он реагировал. Ну, чтобы вы понимали, это просто было неносное убегание от руки, залазивание на стекло, на куда угодно, чтобы лишь бы я его не трогала. А сейчас он просто спокойненько отошёл. Ну, то есть как бы он, ну, как бы окей. То есть сейчас он держит, он уже в своих клешнях банан. Вот. И спокойно абсолютно относится к моему присутствию, потому что я его снимаю. Они, кстати, реагируют очень на то, как мы ходим. Около них они, если кто-то чужой пройдёт, они могут испугаться. Или в яркой одежде, если пройдёшь, незнакомый. То есть если, к примеру, в тёмном ходишь, они уже знают, ну, примерно силуэт. А если что-то яркое оденешь, они могут шугануться. То есть такие, они очень достаточно интересные. У них хорошее зрение. То есть мне прям за ними наблюдать, на самом деле, одно удовольствие. Они как вместо видео на них можно смотреть, вместо фильма. Вот. И очень умиротворяют. Вот смотрите, самочка тоже в гроте сидит, кушает бананчик. Бананчик они уже покушали. Они не очень сейчас голодные. Они уже поели. Я их сняла после утреннего кормления. Вот они весь день спокойненько ходят и подкушивают бананы. Сейчас я им ещё в видео положу их любимые яблоки. Из питания, кстати. По поводу питания краба я потом как-нибудь в отдельном видео расскажу подробнее. Но сейчас скажу так, мельком. Очень любят они кушать яблоки. Желательно снимать кожуру. Сначала я их первые дни давала с кожурой. Но потом почитала, что желательно её снять. Ну, действительно, кожуру уже обрабатывают разными химикатами. Поэтому лучше без кожуры. Бананы. И очень любят варёную. Варёную морковку. Не сырую. То есть варим морковку. Они очень любят варёную морковку. Вчера тоже прям бегали с этой варёной морковкой. Ещё смешно по крабам можно замечать, когда им действительно что-то нравится. Они сразу набирают очень много в клешни кусков. Я потом как-нибудь это засниму. Это очень безумно смешно выглядит. Он берёт один кусок, берёт ещё один, третий и убегает куда-нибудь это всё кушать. Они у него там уплывают, в воде плавают. Он их ловит. Ну, это вообще-то такие очень занимательные крабы. Сейчас, к примеру, я его снимаю. И он вообще замер. И сидит. Просто. То есть, ничего не делает. Вот. У них тоже такое бывает. Они просто могут сидеть. И в клешнях они всё время сейчас держат еду. То есть, как бы, даже если они её не хотят кушать, они её всё равно будут держать. Ну, чтобы она, видимо, никуда не делась. И так спокойнее. Но они её потом начинают спокойно... Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть подкушивать. Эту еду. Вот. Ну, то есть, ну, короче, так это смешно. Вот они... У меня в первый день я их кормила свежим мотылём. Мотылём и белковой пищей их нужно кормить один раз в неделю. Поэтому теперь они неделю без белковой пищи. Вот. Они покушали мотыля. И после мотыля я им сварила, дала морковки. Мне просто самой было интересно посмотреть, как они её кушают. Ну, и так далее. Просто это очень занимательный процесс. Вы сейчас увидите, как он кушает. Вот. Я им дала морковки. И что вы думаете? Они понабрали себе морковки. Что самка, что самец. И не ели её. То есть, они сидели с ней часа два, наверное, вот так, в обнимку. Сейчас, как он сидит с бананом. И всё. Ну, как бы он её не ест. Просто вот так вот сидит. Держит статично. Как будто, знаете, как фотография. То есть, только по воде видно, что там что-то происходит. А так просто вот они сидят статично абсолютно, как картинки. Вот они так сидели с этой морковкой. Сидели, сидели. Потом начали кушать. И прямо к вечеру так разошлись. Прямо всё съели. Вот. Но вот такая вот зависающая картина очень часто. То есть, повезло, что самец находится на поверхности. И сидит. То есть, вот он, кстати, задвигался что-то куда-то. Это, видимо, я там что-то двигаюсь тоже. Он, кстати, они очень сильно реагируют на то, когда рядом с ними. Ты ходишь, двигаешься. Смотришь на них. Если близко смотришь, им не нравится. Они там начинают как-то. Вот я сейчас управляю камеру. Сейчас, не знаю, буду я его шевелить. Нет? Не помню уже. Вот. Ну вот он такой сидит. Красивый самец. Вот. Вот. Начал что-то вроде наконец-то кушать. Решил всё-таки же поесть. Долго посидел так, ничего не делая. И решил всё-таки же чуть покушать. Они ещё вырастут, естественно. Они как бы сейчас такого размера. Они вырастут, наверное, в два раза. Может, не знаю. Они достаточно такого большого размера. А вот я решила его чуть-чуть пошевелить, чтобы он как-то начал что-то делать. Ну, как видите, он спокойно абсолютно теперь реагирует на руку. То есть, чтобы вы понимали, раньше, если я засовывала руку в аквариум, ну, даже ещё я не успела засунуть руку в аквариум, я только открывала его, они уже разбегались, начинали паниковать, бегать в разные стороны, сходить с ума. Вот, то есть, сейчас это уже абсолютно спокойное поведение, абсолютно спокойная реакция. Вот, то есть, они им абсолютно привычны. Они знают, что эта рука несёт им еду, и поэтому нормально реагируют. Ну, и ещё они, кстати, правда, даже привыкают, видимо, к голосу или к чему-то. То есть, как-то они с ними разговаривают. Да, я со всеми своими животными разговариваю. Так что это, может, странно, но люблю животных, общаюсь с ними, разговариваю с ними. Ну, на самом деле, у меня даже хомяк реагирует на мои интонации голоса. Так что разговаривайте со своими животными, они всё понимают. Ну, не дословно вас, конечно, понимают, но по вашей интонации они прекрасно понимают ваше эмоциональное состояние. Потому что к хомяку, к примеру, когда я спокойно подхожу, говорю, он реагирует всегда хорошо. Один раз я зашла к нему и сказала «Хоу, матька!» И он там понёсся и испугался, поэтому общайтесь со своими животными, они это очень любят. Краб продолжает поедать банан. Вот, то есть, видите, вот так это как бы такое совсем ленивое. То есть, из-за того, что банан мягкий, он так его просто тупо пихает в рот своими клешнями. А на самом деле, обычно они клешнёй кушают. Это вообще, ну, вы видели в первом видео, прям замечательно это такое выглядит. То есть, он клешнёй как палочками, хряп, хряп, складывает в рот. На самом деле, я теперь понимаю, откуда все зарисовки чужого, хищника и всех остальных инопланетных существ. Посмотрите на его рот. Вот просто посмотрите. И сразу вспомните хищника, фильм. Я имею в виду фильмы «Щужой хищник», я думаю, вы поняли, о чём я говорю. Вот, кто не посмотрел, посмотрите, кто помладше. Вот, то есть, вот эти зарисовочки. Прям вот хищника точно было пересмотреть. После того, как смотришь на краба, у меня все, кто в гостях тоже были, сразу все вспомнили хищника, фильм. Потому что очень, очень, очень схожая, похожая картина. То есть, видно, откуда она появилась. Сейчас я им положу яблочко, их любимого. Они его просто очень любят. И посмотрим, будет ли он. Но я уже знаю, что это видео смотрела. Он сейчас пока не будет. Они, на самом деле, сытые. То есть, они уже утром позавтракали. И я их снимаю уже в обеденное время. Такое даже больше к вечеру, чуть-чуть ближе. Они уже не особо так хотят кушать. То есть, он как бы ест, потому что есть еда. Надо чем-то заняться. И они как бы кушают. Вот он. Вот, смотрите. Так. Опа. Я решила положить яблочко. Он решил сдриснуть в этот момент. Но он сейчас сразу же, через секунду, вернётся. Самец уже такой. Ко мне очень сильно адаптировался. Самка, если ещё сидит там всё время у себя в берлоге, в пещере, то самец, он уже такой, прошаренный. И он нормально. Говорит, окей. Принесла что-то вкусное. Надо посмотреть. Прийти. Сейчас придёт. У них такое различие интересное. У самцов... Ну, в основном, естественно, различие у них это на брюшке. У самок она там широкая. Я забыла, как называется. Это часть. Вот. Ну, вы знаете. То есть, поняли. А у самца она узенькая. О, смотрите. Кстати, самец сейчас будет пытаться залезть и до сих пор на этом моменте или дальше. Самец, короче, будет пытаться около пещеры лазить. И чуть-чуть спустится пониже пещеры, и самка сразу даст ему понять, что, типа, нет, давай-ка отсюда вали. Самка часто его колешнёй просто отгоняет. Хорошо, что они не дерутся. Я уже думала об этом, смотрела, то есть, всё читала, изучала по поводу совместного содержания. Поняла, что не все крабы, многие плохо уживаются вместе с друг дружкой, даже с самцами. Но это с учётом того, когда самка агрессивная или очень маленькая у них территория. Из-за того, что они территориальны, они начинают её делить, им кажется, территории мало. Ну, если её действительно вы мало предоставляете, её, конечно, и будет мало. Он, кстати, сейчас там ест какую-то фигню, вот с коврика просто подъедает какие-то остатки, крошки. Там рядом лежит сочное яблоко, а он какой-то фигнёй занимается. Ну, ладно, то есть, чем бы дитя не тешилось. Вот, и получается, если самка агрессивная, причём, потому что самцы агрессивные из-за гормона, это 100%, поэтому двух самцов вы как бы не крутите, они точно жить вместе не будут, не уживутся, то есть, никак. А вот с самкой они спокойно могут ужиться, потому что разнополые, как бы размножаться они не будут, потому что, ну, как они могут, конечно, попробовать, но им нужна специально обязательно морская вода. Да, я им, кстати, добавляю морскую соль, воду, но они не в идеальном проценте содержания, как им нужен для размножения. Ну, в принципе, это и лучше, то есть, ну, а то иначе понаплодятся тут крабы целая куча. Вот, и поэтому самка, если с хорошим характером, ну, как с хорошим, спокойная, не агрессивная самка, то они спокойно уживутся. Я бы наблюдала за их поведением, как они в первый день себя вели, и, то есть, вообще, там сразу понятно по первым дням, они бы просто сразу бы, у них пыли стычки, драки и так далее. То есть, я поэтому переживала, думала, все, если что, придется их действительно рассаживать, ну, потому что по-другому, как бы, не получится содержать их, если у них будут стычки, иначе один другого точно убьет. Ну, то есть, это плохо во всех смыслах, поэтому нужно наблюдать. Когда вот вы сажаете двух крабов и зонополок даже, нужно наблюдать очень внимательно, очень дотошно. Многие скажут, что у них активность ночью, и вы этого не увидите. И тоже верно, но на самом деле днем это тоже понятно и тоже видно по их поведению, как они себя друг с другом ведут во время принятия пищи, к примеру. То есть, это вот это агрессивное поведение, оно либо есть, либо нет. У них, слава богу, пока нет. Самка показывает самцу, чтобы он держал дистанцию. То есть, она его не подпускает к определенным вещам, которые она считает своими. Вот. И, что удивительно, самец согласен с ней. То есть, он и не лезет туда, куда она не хочет. То есть, если она заняла пещеру, то она заняла пещеру, она там сидит. Это ее пещера, как она считает. Самец, в принципе, не против. У него, он сидит под мостиком. Вот, под этим мостиком есть огромное большое количество, даже больше, чем в этой пещере, и он сидит под мостиком. Я уже даже ночью несколько раз спускалась, на них смотрела. Я как-нибудь, чтобы точно убедиться, что с ними все в порядке, я просто поставлю камеру и поснимаю их ночную жизнь, посмотрю, как они ведут себя. Если нет никаких драк и стычек, то их 100% можно спокойно оставлять, потому что есть опыт людей содержания, у которых все прекрасно, когда содержится пара. Потому что, если искать по интернету и по форумам, все будут в одноголосии писать, что нельзя ни в коем случае содержать краба вдвоем. Но не совсем это так. Вот, смотрите, видите. Самец, кстати, не агрессивный просто попался. Это первое. Во-вторых, вообще перед покупкой нам подбирали специально, те, кто заводчики, подбирали специально пару, чтобы не было вот именно тех моментов, о которых я рассказываю, чтобы не было такого, что люди посадили их в полютариум, и начались вот эти бойни кровавые. Даже не кровавые, а просто, то есть, эти стрессы их, и что они не уживутся друг другу. То есть, люди, кто их выбирал, они знали, кого они выбирают. Вот, поэтому я вижу просто самец с хорошим характером, потому что все животные разные, все животные индивидуальные, и у всех характер свой. Вот, поэтому тут только наблюдение. Тут, как бы, догадками ты ничего не сделаешь. Конечно, чтобы вообще минимизировать все-все-все, что я перечислила, это просто заводить одного краба, но мне кажется, что ему просто будет скучно. Как бы им так веселее, у них так жизнь идет на священие. То есть, он там не один, у них хоть какая-то конкуренция за еду есть. То есть, ну, как бы все равно это поприкольнее, чем в одиночку. Он же не хомяк, не одиночный. Вот, но, как бы, это лишь такое мое мнение по поводу их социализации. Вот, поэтому пока живут вдвоем, у них тихо-мирно. Посмотрю, поснимаю ночью, чтобы не было у них стычек. Самка просто ограничила, разграничила свои границы. Это автология, получается. Вот, и самец туда не лезет. Самец, кстати, достаточно хорошего такого, покладистого характера. Он добродушный. То есть, он вот уже всего, они три дня, и он на второй, на третий день спокойно абсолютно относится к моей руке. Потому что, сколько я тоже видела в видео, многие самцы нападают прям на своих хозяев. То есть, они прям агрессивны, то есть, они прям клешнями там. Они на меня ни один, ни самка, ни самец, не нападали еще ни разу. До этого, надеюсь, они не нападут. Конечно, могут перед линькой попробовать нападать, потому что они там более могут агрессивные стать, более активные, не будут кушать такие. То есть, ну, к ним вообще лучше не лезть, их не надо отревожить в этот период. Вот, а так ни разу не нападали. То есть, убегать они убегали, но сейчас даже и убегать, как вы видели, перестали. То есть, он, конечно, уходит, не особо жаждет контакта с рукой, но и боится он тоже уже не особо. Поэтому вот такие дела за три дня, выводы. Очень интересное животное, на самом деле. Интересно тем, что за ним классно наблюдать. И еще один момент из-за того, что самка сидит в пещере, а самец постоянно гуляет. Я не знаю, это у них либо такие индивидуальные проявления, то есть, либо потому что если, ну, пещера занята, самец по этому шатается. Так бы, может, он тоже посидел весь день в пещере. Тоже, конечно, такое себе удовольствие. То есть, по сути, из двух крабов я вижу все время одного. Ну, потому что второй краб все время сидит в гроте. Вот, ну, не знаю. Посмотрим на эту тему. Я еще подумаю, оставлять двух или оставлять одного краба. Посмотрю по их всему взаимодействию между собой, и тогда уже точно решу, как лучше им сделать. Вот. Вот момент, видели. Он спустился не туда, куда надо, и самка его просто прогнала. То есть, вот она его гоняет. Как бы она ему не дает какие-то границы. Она свои расставила, и все. Но она, кстати, больше тоже лишний раз сама не лезет. То есть, она просто дает ему показатель, что не лезть, как бы, туда, куда не нужно. То есть, вот он спустился, она думала, что он спускается в пещеру, она ему показывает, типа, я тут сижу, ты не забыл, как бы, вот. И поэтому она его погнала к лишней. Вот я не знаю, это проявление агрессии считается, или просто расстановка своих границ. Кто знает, пишите в комментариях. И будем думать, оставлять ли двоих, либо одного все-таки же отсаживать, либо продавать. Вот. Это нужно думать еще на этот вопрос. У кого был больший опыт, пишите, говорите. Буду мнение ваше тоже во внимание принимать. Вот. Но я поговорила со многими людьми, у которых было подобное содержание, и очень разные мнения. То есть, форумы пишут, что нет, 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 ни в коем случае, никогда. Люди, которые содержат, все хорошо, все нормально. То есть, поэтому неизвестно. Вот. Поэтому даже у тех, кто разводит крабов, заводчики, вот они занимаются крабами, у них тоже. То есть, они подбирают пары, которые спокойно уживаются, живут вместе, и у них все хорошо. Сейчас я вам, наконец-то, кстати, покажу самку, потому что она все это время, все видео просидела в груди. Надо ее хотя бы вам показать. Вот видите, самка, она намного крупнее. Вот. Она сидит с бананом. Вот. И даже как ее достала, она тоже. Ну, видите, они перестали, кстати, как бы бояться. То есть, они сидят. Ну, то есть, они позволяют мне рядом с ними что-то делать. Они как бы спокойно реагируют. Нету этого. Сразу ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Они никуда не убегают, не разбегаются. Вот. Так что будем наблюдать, смотреть. Спасибо за просмотр. Вы были на канале Zoosophie. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И до встречи с новых видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok